Здравствуйте! Новости на телеканале НИКА+. В студии Ольга Пименкова. И в начале коротко о некоторых темах нашего выпуска. У нас солнце встало. И сегодня такой день хороший. Глава Карелия оценил свою работу на четверку. Что же помешало дотянуть? Да отлично. Я вижу свой номер, получается. Мы пока не двигаемся. Очередь в детские сады Петрозаводска стала виртуальной, но не прозрачной. Чем недовольны мамы города? Они нарушают сразу два кункта закона. Шествие в поддержку фестиваля «Воздух» запретили. Почему МВД против? С сегодняшнего дня сотрудники МВД Петрозаводска работают в усиленном режиме. В связи со сложившейся оперативной обстановкой на территории города правоохранительными органами совместно с органами местного самоуправления принято решение о временном приостановлении проведения любых массовых мероприятий. Официально о причинах введения усиленного режима ничего не сообщается, но, как предполагает газета ТВР «Панорама», причиной могла стать несостоявшаяся крупная драка. Вечером 23 марта в районе школы искусств на Первомайском проспекте чуть не подрались две группы подростков. Для выяснения отношений, по некоторым данным, собрались около 150 человек. Подростков вовремя разогнали сотрудники ОМОНа. В результате несколько десятков молодых людей были задержаны и доставлены в дежурную часть Петрозаводского ОВД. Запретила мэрия и пикет карельских предпринимателей, выступающих против повышения цен на транспортные услуги. Железная дорога предлагает местным предприятиям такие ценовые условия, которые повысят их транспортные расходы кому в два раза, а кому и в десять. В апреле в Карелии ожидается новый взлет цен. Тарифы на подачу и уборку вагонов поднимаются у нас, конкретно у торгового дома-ярмарка, в 8,3 раза. Стоимость подачи одного вагона будет 20 с небольшим тысяч рублей. Таких тарифов на подачу и уборку нет, в принципе, нигде в стране нашей. Мне, как предпринимателю, придется снижать количество рабочих мест в республике. Для жителей Карелии взлет цен на транспортные услуги для предприятий означает повышение цен практически на все. К примеру, стоимость таких продуктов питания, как греча и рис, а также стройматериалов, увеличится как минимум на 10%. Попытки решить этот вопрос на местном уровне ни к чему не привели, говорят коммерсанты. Железная дорога просто выслала всем предприятиям новые договоры, которые те подписывать отказались. Вместо этого пригласили монополиста на круглый стол обсудить проблему. Представитель от железной дороги не пришел. Как скажется этот конфликт на ценах на бензин и другие продукты первой необходимости, мы расскажем завтра. Анастасия Зайцева разбирается в этой теме. С апреля этого года? Было в отчетах хорошо, пока глава не коснулся ЖКХ. В цифрах капитального ремонта сведущие единороссы заметили неточность. Я разъявил на том, что получается, что 1 метр квадратный капитальный ремонт стоит 785 рублей. Вообще, 8 лет, наверное, не возьмется за такую сеть опыт ремонтировать капитально, только квартиру и жилой дом. Глава замечания принял, но ответственность за калькуляции с капитальным ремонтом тут же переложил на плечи коллег, представив депутатам своего нового заместителя. С радостью готов вам представить Алексея Евгеньевича Бахилина. Вот он сидит в зале. Это новый заместитель главы республики с сегодняшнего дня в компетенцию юрист по образованию и руководитель правового комитета, в обязанности которого в том числе и будет входить подготовка этих документов. Алексей Бахилин, в прошлом председатель правового комитета, теперь займет место Алиханова. Правда, только формально. А вот реальным политическим курсом команды Нелидова интересовались справедливороссы. Вы говорили о том, что готовы работать с оппозицией во всем направлениям развития республики Карелия. Вместе с тем, в свете последних событий нам показалось, что ваше мнение изменилось. Вы считаете, что фракция «Справедливая Россия» – это оппозиционная партия правительства республики Карелия? Тогда не может быть и речи о том, чтобы оппозиционная партия и партия власти каким-то образом искала компромисс. Она оппозиционная. Все. Она исключила возможность нахождения компромисса. О бескомпромиссности к оппозиции Андрей Нелидов говорил еще много. Ораторским словом глава владеет сполна. Впрочем, прослушать политический ликбез теперь может не только депутатский корпус. Трансляция всех заседаний парламента идет в интернете. Поэтому любой желающий, не выходя из дома, может посмотреть и прокомментировать отчет главы в виртуальном режиме. Слушай, у нас солнце встало. И сегодня такой день хороший. Ну а в реальном времени главу для вас слушали Марина Кабатюк и Евгений Евдокимов. Три новых административных здания могут появиться в столице Карелии в ближайшее время. Причем два из них в местах исторической застройки. Целесообразность их появления вызывает у архитекторов города сомнения. Есть вопросы и уже к строящимся зданиям. Высота торгового центра на проспекте Ленина превысила заявленный метраж. Об этом говорили на градостроительном совете. Радужные перспективы вместе с архитекторами обсудила Анастасия Зайцева. Малоэтажная застройка на пересечении улиц Куйбышева-Малая Слободская продолжится. Застройщик уверяет, отделка фасады и цветовая гамма здания, которая там вскоре появится, будет соответствовать стилю рядом расположенных домов. Проектируемое здание стилизовано под городскую застройку конца 19-го, начала 20-го века. Да и вообще все здания рассматриваемой территории принадлежат кварталу исторической застройки и являются объектами культурного и исторического наследия города. Это вот нарисовано абсолютно неграмотно. Здесь по многим вопросам. Во-первых, столярка. Во-вторых, вот эти раскладки по бокам угловые. В-третьих, если у нас появляется фронтон, то здесь обязательно должно быть окно. И когда здание так стилизовано, скажем, чуть-чуть от того, чуть-чуть от другого, чуть-чуть от третьего, то это в результате получается такой, знаете, биологическая такая осыпь, которая вообще-то чудовищно выглядит. Кроме того, в здании не предусмотрены пандусы. Неизвестно, как инвалиды будут подниматься на второй этаж. Вопросов возникло много, правда, ответить на них заказчик не смог. На градостроительных советах такое случается довольно часто. Разговор о культурном наследии ведется чуть ли не между экономистами. Вместо архитекторов. Еще одно здание под офис, и правда не скоро появится на улице Герцена, рядом с губернаторским парком. Все соседние малоэтажные здания в ближайшие несколько лет планируется снести. Одного деревянного дома уже нет. Архитекторам проект пришелся не по душе. Им показалось, что четыре этажа — это многовато. У нас остается одна проезжая часть. Никакой пешеходной связи, вообще мы ее хороним. Не так давно было куплено под офисы и здание, где раньше располагалось фотоателье. Один из архитекторов возмутился. Еще одно административное здание. Но его никто не услышал. На этой части делается скатная кровля. Здесь на расстоянии 12 на 15 надстраивается этаж трех метров. И делается чердак такой же, как здесь. Я считаю правильный путь. Архитектуру 76-го превратить в 2011-й. То есть это все равно должно быть вперед. И здание действительно, какое они есть, оно интересное само по себе. И странно превращать такое здание в соседей. Если разговор идет о пристройке, что совет не возражает, там лестницы Андрей говорит, что-то лифты какие-то. За счет этого и создать новый образ этого объекта. Но не старой архитектурой, а хотя бы сегодняшнего дня, еще бы лучше будущего. Архитекторы разошлись во мнениях, каким должно быть это здание. То ли стилизованным под комплекс на круглой площади, то ли совершенно новым. После трехчасовых посиделок решили воду в ступени толочь. И отложили все вопросы до следующего заседания. Анастасия Зайцева, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+. В Петрозаводске завершается распределение. В детские сады осенью порог первого в своей жизни образовательного учреждения переступят 2000 малышей. Нынешнее распределение первое, когда уже вовсю работает система дошкольник. Электронная база данных всех, кто ждет очередь в детский сад. С ее помощью родители могут самостоятельно с домашнего компьютера получить всю необходимую информацию. Однако многие недовольны новой онлайн-системой. Почему, выясняла Анна Шоттуева. Я вижу свой номер, получается. Мы пока не двигаемся. Вот так быстро, введя регистрационный логин и пароль, можно увидеть свой номер в очереди в детский сад. И хоть очередь виртуальная на реальную не влияет, маленькая София пока только 2896-я мама признает. Это очень удобно. Вот только не совсем то, чего все ждали. Главное, это то, что очередь не стала прозрачной. Когда мама заходит, она видит только свой номер. Узнать, с какого года стоят на учете другие, и есть ли у них льготы, невозможно. Я смотрю каждый день, мы примерно каждый день хотя бы на одного человека надвигаемся. Бывает там и больше. Мамочки, которые меньше тысячи, например, или там близко вот к распределению, уже номер 200, номер 500, они говорят, что за последние три недели они вообще не продвинулись ни на человеках. Получается, что вместо того, чтобы контролировать, как движется очередь, мамы получают лишь общую информацию и еще больше путаются. Можно было усовершенствовать, распределить именно по годам. То есть в 2008-м сколько льготников, в 2009-м сколько льготников, и как они двигаются именно каждый год. Потому что вообще очень большая проблема, льготники не льготники, мамочки всегда ругаются. Все эти спорные моменты еще до того, как в Петрозаводске заработала электронная очередь, специально изучала Юлия Авалян. Одна из числа активных мам Петрозаводска, она даже готовила большой материал по этой теме. По спорным ситуациям, например, когда мама ставит своих двух детей, близнецов, скажем, в очередь, и через какое-то время она узнает, что между ее детьми еще появляются дети, она идет с этим вопросом в мэрию, и это объясняют просто сбоем программы. Поначалу сбои действительно могли быть, признают в городской администрации. Система работает с конца декабря, и даже в начале года это было не исключено. Объяснима и невозможность сделать очередь прозрачной. Обязаны предоставлять место льготникам по мере поступления заявления. То есть поступило заявление, мы должны его в достаточно краткий срок рассмотреть и предоставить место. То есть, чья-то может остановиться? Чья-то может остановиться, потому что место мы же все равно предоставляем в обычном детском саду. Если говорить вообще о прозрачности очереди по всем очередникам, то, конечно, это сделать на данный момент невозможно, потому что существует такой момент, как защита персональных данных. Тем же родителям, кто не имеет доступа в интернет, сохраняется прежний способ общения с чиновниками. Однако даже то, что теперь комиссия работает каждый день, а раньше только по средам, мам особо не радует. И при всех плюсах новшества, минусов для них все равно больше. Анна Шутуева, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+. Сегодня всемирный день борьбы с туберкулезом. Ежедневно в мире погибают от этой болезни около 5000 человек. По данным Роспотребнадзора, на территории Карелии сегодня зарегистрировано 438 заболевших. И каждый четвертый с открытой формой туберкулеза. Мест для их лечения катастрофически не хватает. Все отделения в районах республики закрыты. Медицинская общественность бьет тревогу. Ну это же люди. Они не алкоголики. Они молодые люди трудоспособного возраста. Они заболели. У них обострение может быть, у них травмы могут быть. А им негде лечиться. Ну вот есть здесь спонсорные, что тут детское отделение только. И дневной стационар. Ну есть в Соломином больнице. На одном этаже лежат больные, которых нельзя выписывать. У них открытая форма туберкулеза, они неизлечимы. Вот эти больные должны быть в хосписе. А на другом этаже лежат впервые выявленные больные. Сейчас для туберкулезных больных на всю Карелю 120 коек в больнице в Соломином и 25 детских мест в диспансере. В 2010 году от туберкулеза в республике умерло 92 человека, а в 2009 – 116. Ситуацию с заболеваемостью и с тем, как эту проблему решают в республике, Галина Андреевна, которая до 2000 года работала в туберкулезном диспансере, сравнивает с концом 90-х. Когда резкий социально-экономический спад и ослабление государственной поддержки против туберкулезной работы в России привели к закономерному ухудшению эпидемической ситуации. Тогда на каждые 100 тысяч населения болели 90 человек. Одной из причин туберкулеза врачи называют тяжелые бытовые условия. Теснота, духота, сырость. Именно в таких условиях оказалась одна из петрозаводских семей. После пожара администрация города предоставила им комнату. И вот уже три года мама и сын живут на цокольном этаже общежития. И как результат подозрения на туберкулез у ребенка. Администрация города, надзорные органы и социальные службы оказались бессильны помочь горожанам. Галина Владимировна прописана в квартире, которой больше нет. От ее прежнего дома теперь осталась лишь половина здания. Когда у соседей взорвался газ, она осталась без жилья. Ее новый дом почти под лестницей городского общежития, цокольный этаж. Да, под лестницей все пять этажей проходят через нас. Она живет с трехлетним сыном на 12 квадратных метрах. Эксперты обнаружили здесь нарушение целого ряда норм. По температуре, проветриваемости и освещенности помещения. В комнате сыро и душно. Такой запах стоит, как земляной или, не знаю, с сыростью воняет. Вот такое вот. Когда мы стали включать электроприборы, начали ползти тараканы с подвала. Ее ребенка нет дома. Он на обследовании в тубдиспансере. У врачей есть серьезные подозрения. А госпитализацию сына мама связывает с условиями проживания. Такое состояние, на состоянии, вот окружающая среда, вот здесь действует атмосфера. У тебя заложенность носа, у тебя горло, у тебя слезятся глаза. До ребенка, на самом деле, иммунитет пониженный. Много-много диагнозов. Конечно, на любого человека неблагоприятные условия жизни могут повлиять. Делаем снимочки. Еще пока диагноз, ведь не ясен. Пока еще не подтвержден. Пока слово туберкулеза – это только слово подозрения. В тупик нас загнали, и все. Это временное жилье, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. И Галина в этом убедилась. В прокуратуру, да, в главе правительства даже писала, в жилищную комиссию много раз. В мэрию прям я обращалась. Мне говорили, что вот вы пишете, пишете, я говорю, писала, буду писать. Жалобы, ответы чиновников и снова жалобы. Она готовится к суду и совсем не строит иллюзий даже в случае победы. Больно велика очередь петрозаводчан, желающих добиться от города достойного жилья. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал НИКА+. Шествия в поддержку фестиваля «Воздух» не будет. Об этом после рекламы. Оставайтесь с нами. Быстро, качественно, удобно. Две диагностические линии, техосмотр грузовых и легковых автомобилей. Все платежи здесь же. Все это на новой станции технического осмотра «Автокам». Приезжайте или запишитесь по телефону 71-73-77. В магазине «Ермак» всегда в большом ассортименте. Лодки и моторы, эхолоты и навигаторы. А также все для зимней рыбалки. Одежда и обувь, сани и лыжи, рыболовные снасти. Магазин «Ермак». Клев будет! В магазине «Позитроника» ты купишь ноутбук «Тошиба» с Wi-Fi, Bluetooth и веб-камерой. Всего за 7,990. Круто! «Позитроника». Коголевский центр. Инсульт. Инфаркт. Страшные последствия гипертонии. Гипертония – это спазм сосудов и высокая вязкость крови. Молекулы углекислого газа расширяют сосуды, а озон разжижает кровь. Уникальные методики лечения гипертонии без лекарств. В костной клинике. В торговом центре «Симона» каждую пятницу новое поступление одежды и обуви. Постоянным покупателям скидка 15%. Торговый центр «Симона». Дом мод. Первый этаж. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис центры. Бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Холод или зной. Ветер и пыль. Дождь. И шум улицы. Останутся по ту сторону. Если в вашей квартире окна от компании «Век стеклов». Обаяние северной природы. Комфортные номера со всеми удобствами. Настоящая русская баня и великолепная домашняя кухня. Отличная возможность забыть о городской суете и здорово провести время на берегу одного из красивейших озер. База отдыха «Плотина». 16-й километр Лососинского шоссе. Телефон 77-54-10. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. УВД Петрозаводска запретила шествие в поддержку музыкального фестиваля «Воздух». Сегодня правоохранительные органы отменили разрешение, выданное ранее администрации Петрозаводска. Сегодня в администрации города получили уведомление о том, что нам мероприятия не согласовывают. На основании того, что УВД не может обеспечить общественный правопорядок на данном мероприятии. Тем самым они нарушают сразу два пункта закона. Первый – это то, что они должны были нас об этом предупредить минимум за три дня до проведения. Сейчас, уже сами понимаете, осталось только два дня. Они сами прекрасно понимают, что идут нарушения закона. И второе – это так, как мероприятие было согласовано недели ранее, то УВД входит в их обязанности обеспечить правопорядок. Мы будем подавать в суд, естественно. Как в 90-е мы делали ремонт. Белили потолки, клеили обои на бустилат и стояли в очереди за мебелью. Об этом в программе «Хроника». Смотрите ее после выпуска. А новости на сегодня все, они доступны на сайте никодефисмедиа.ру. В студии работала Ольга Пименкова. Всего доброго и пусть все в вашей жизни будет со знаком «плюс». Велосипеды для спорта и отдыха. Комплектующие, а также ролики и скейты. Магазин «Спорт Экстрим» в развлекательном центре «Горка». Открытая дверь для открытых людей. Люди – события в столетней истории Национального банка Карелии. В программе «Открытая дверь». 25 марта в 19 часов на телеканале «Ника Плюс». Счастье – это когда вам комфортно одному. И когда вам комфортно вдвоем. Когда у вас есть выбор. И когда выбирают для вас. «Бастет». Счастье в вашем доме. Ежедневные авиарейсы по маршруту. Петрозаводский аэропорт «Бесовец», Москва, аэропорт «Домодедово» и обратно. Время перелета – 1 час 20 минут. Цените свое время. Бронируйте билеты на сайте руслайн.аэро. Или приобретайте во всех агентствах воздушных сообщений города. Впервые в нашем городе. Блистательный исполнитель романсов и неаполитанских песен Евгений Южин. Санкт-Петербург. Страховая медицинская компания «Ресомед». Контроль в сфере бесплатной медицины и защита ваших прав. Наши отделения открыты во всех районах Карелии. Весенние покупки в Шансе – это праздник. Четырехкомфорочная электроплита «Ханса» всего за 6 990. Ммм, я со вчерашнего вечера ничего не ел. Всю ночь ничего не ел. Но теперь-то я поем кашку, блинчики, омлетик. С 8.30 до 11 утра завтраки в ресторане «Бестро Фьюжн». 26 марта открытие танцевального городского проекта «Вечер в стиле 80-х». Всю ночь живая музыка, караоке, кино. 26 марта в Национальном театре. Телефон 78-26-74. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...